Всем привет! С вами новости первых и их ведущие. Я Алина. Я Данил. Сегодня мы для вас подготовили увлекательный материал. Классная встреча с психологом. Узнаем, как подготовить себя к экзаменам. Эта техника называется в честь кухонного таймера в виде томата. Принцип очень простой. Вы ставите перед собой конкретную задачу, выполнить какое-то задание. Поступление в ахинский филиал САГУ. Подберем будущую профессию. И самая старейшая наша специальность это разработка эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, которые существуют и по сей день. В школе номер семь открылась первая в городе школьная радио. Что же будут слушать ребята на переменах? Сегодня у нас появилась особенная возможность увидеть запуск первого в нашем городе школьного радио. Захватывающий дружественный матч между обучающимся и педагогами. Это поддержание здорового образа жизни и поэтому я стараюсь и сам принимать участие. Сегодня в выпуске с 23 февраля мы хотим поздравить тех, кому это очень важно и необходимо. Дорогие наши защитники, хочу пожелать ваш праздник крепкого здоровья, скорейшего возвращения к родным и близким. Экзамены. Страшное слово для многих, но в этом нет ничего страшного, если можешь подготовиться к ним не только умственно, но и морально. Многие из учеников боятся сдавать экзамены и из-за этого много волнуются и переживают. А это приводит к заблуждению во время написания экзаменационных работ и растерянности, которые плохо скажутся на результате тестов. С проблемой стресса можно, иногда и нужно обращаться к психологу. Такой человек незаменим в трудные ситуации. В рамках классных встреч наш корреспондент Кирилл возьмет интервью у отличного психолога из школы номер 5. Экзамен – это стресс. Тревога и страх, которые испытывает ребенок, подавляют все его эмоциональные каналы. И уже ни память, ни мышление, ни внимание не работает на должном уровне. И уровень знаний, который он покажет при этом, может оказаться ниже его реального уровня. Сегодня мы в гостях у психолога средней общеобразовательной школы номер 5 Липатовой Татьяны Олеговны, которая поделится с нами своими советами по успешной подготовке к экзаменам. Татьяна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Как же все-таки пережить этот непростой период с наименьшими потерями для психологического и физического здоровья? Для ребенка экзамен – это всегда стресс. И во время экзаменов дети накручивают в себя разными плохими мыслями. Например, я не сдам, или родители будут ругаться, или, возможно, я сдам намного хуже, чем рассчитывал. Поэтому я думаю, что в этот момент нужен обязательно позитивный настрой. То есть я советую проработать все свои страхи, сомнения, то есть обговорить обязательно об этом с родителями. То есть сказать им, меня беспокоит вот это, вот это, вот это, чтобы вы вместе это проработали и, может быть, даже выработали какой-то запасной план, если что-то не получится. А по поводу физического здоровья я очень сильно рекомендую – это режим дня. Так как показывает практика, чем ближе наступают экзамены, тем дети меньше уделяют времени на отдых и сон. А это должно быть в равенстве. То есть, как мы все знаем, мы должны спать 7-8 часов. И обязательно должен быть активный отдых не менее двух часов. То есть, это какие-то прогулки с друзьями, может быть, даже пробежки, велопрогулки, когда, конечно, уже у нас потеплеет. Можно даже заняться спортом. И обязательно это правильное питание. Полноценное питание без каких-либо перекусов, там, на булочке и чипсы. Вот так. А что важно сделать при подготовке к экзаменам? Я считаю, что, еще раз повторюсь даже, необходим режим дня. То есть, как бы, наладить режим дня, отдыха, вот именно занятий. И еще я порекомендую хорошую технику для подготовки. Она называется помидор. Таймер. Эта техника называется в честь кухонного таймера в виде томата. Принцип очень простой. Вы ставите перед собой конкретную задачу, выполнить там, да, какое-то задание. Вы ставите таймер на 25 минут. В течение этого времени вы усердно работаете над этим заданием, стараетесь не отвлекаться, полностью погрузиться в свою цель. Как прозвенит этот, собственно, таймер? Вы отдыхаете 3-5 минут. После заново заводите на 25 минут. После таких четырех помидорчиков вы делаете большой перерыв на 20-30 минут. Это очень сильно помогает сконцентрироваться, да, и не отвлекаться на посторонние какие-то шумы, или там, если там что-то вам необходимо. Как вести себя родителям, дети которых в ближайшее время сдают экзамены? Как мы знаем, родители задают атмосферу в семье. Если родитель тревожится, то и будет тревожиться вся семья. Поэтому, ну, как бы дети, они эмоционально заряжаются от родителей, да, если тревожатся родители, то и тревожатся дети. И когда дети в стрессе, они, ну, как бы плохо думают, да, стрессуют и отвлекаются от своей, ну, как бы главной задачи, да, сдать экзамен, подготовиться к экзаменам. Поэтому, уважаемые родители, сохраняйте спокойствие по отношению к экзаменам, помогайте своим детям и ни в коем случае не давите на них. Я даже посоветую составить запасной план, если вдруг что-то пойдет не так. Это, возможно, пересдача, да, у нас есть и весной, и летом. И, возможно, даже подать на апелляцию, если есть, ну, такая возможность, да, возможность это есть. То есть вариантов очень много, обсудите это со своим ребенком. Также я порекомендую это помочь детям наладить режим дня. И еще, если замечаете, что с ребенком что-то не так, резко поменялось поведение, он всегда был радостный, а тут стал грустным, или, наоборот, он был всегда грустный, а тут стал радостным, обязательно дайте ему психологическую помощь. Если вы не можете сами, обратитесь к педагогам-психологам вашей школы. Они обязательно помогут и пойдут к вам навстречу. И еще один момент. В день самого экзамена ни в коем случае не давите на своего ребенка. Пусть он спокойно идет со своими мыслями на экзамен. Вот так. А, вот еще. Все мы знаем, что если положить 5 рублей под пятку, то оно принесет нам удачу. А спокойствие оно сможет нам принести? Я думаю, что это все равно индивидуально. Конечно, кому-то оно может принести спокойствие, а кому-то нет. Но я все-таки рекомендую для успокоения положить эту пятерочку себе в ботинок под пятку. Пусть это будет такой маленький оберег для вас. Хорошо, большое спасибо. Важно помнить, что экзамены – это всего лишь один этап вашей жизни. Подготовьтесь к нему как можно лучше. Доверьте своим знаниям, поддержке близких и собственной силой воли. Мы в вас верим. У вас все получится. Алин, а ты думала, куда поступать учиться после успешно сданных экзаменов? Знаешь, Данил, я еще в раздумьях. Я могу тебе помочь немного. Не только тебе, но и нашим дорогим зрителям. Отличным выбором, куда поступить, является Ахинский филиал Сахалинского государственного университета. Вчебное заведение для тех, кто хочет работать в сфере технических профессий. Конечно, я знаю об этом месте и даже могу добавить комментарий моей подруги Анны Касаревой, которая учится там. Место комфортное, с прекрасными коллективами. Влиться будет легко и завести новые знакомства. Хоть и кажется, что там страшная нагрузка в плане образования, но это вовсе не так. Преподаватели идут на встречу и с охотой помогают понять сложные темы. Бояться их не нужно. Они все понимают и помогают. А теперь давай посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент Сережа. Ежегодно в Ахе минимум треть школьников после 9 класса сразу желают получить профессиональное образование. Оно и понятно, ведь сегодня в России огромный спрос на специалистов среднего звена. Высококлассных специалистов, будущих начальников своих производственных подразделений готовят в стенах Ахинского филиала Сахалинского государственного университета. Это первое на Сахалине учебное заведение, обучающее будущих нефтяников с 1930 года. Сегодня в Ахинском филиале обучаются около 400 студентов. Существует наше учебное заведение с 30 июня 1930 года. Было создано по решению Совета народных комиссаров. И с тех пор, конечно, не раз учебное заведение переименовывалось. И вот с 2011 года Сахалинский мельтинной техникум, а потом и топливно-энергетический техникум вошел в состав Сахалинского государственного университета. И сейчас мы являемся филиалом этого единственного практического вуза на нашем острове в Сахалинской области. Здесь готовят не только будущих нефтяников. Будущие электрики здесь учатся управлять подстанциями и работать в сетях. Знакомятся с оборудованием на учебных макетах. Но не только уроками живет мой САГУ. САГУ открыл для меня огромные творческие возможности. Здесь я стал председателем клинического совета и председателем первичного отделения движения первых. Акции, концерты, квесты, конкурсы – все это будет приятным дополнением к студенческой жизни в нашем учебном заведении. Здесь вы точно заведете новых друзей, заботливых наставников и единомышленников. Вы попробуете себя и в исследовательской деятельности. Опытные преподаватели помогут сделать вам первые шаги в науку. В 2024-2025 учебном году вы сможете поступить по следующим специальностям. Электрические станции, сети и системы. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Приходите к нам учиться. Мы ждем вас. Сергей Ютенков, Александр Толокнов. Новости первых. А вы слышали о существовании школьного радио. В школе номер 7 открылась первая в городе школьное радио. Каждую неделю во время перерывов между учебными занятиями ребята и их наставники смогут узнать о текущих проектах и мероприятиях движения, о достижениях его активистов, услышат школьные новости, важные объявления, научные открытия человечества и многое другое. Наш корреспондент Оля отправила школу номер 7. Засняйте это открытие. Всем привет. Меня зовут Оля. И мы находимся в школе номер 7 имени Дмитрия Михайловича Карпышева. Сегодня у нас появилась особенная возможность увидеть запуск первого в нашем городе школьного радио. Теперь каждую неделю во время перемен учащиеся и педагоги смогут слушать школьные новости, важные объявления, поздравления именинников, научные факты из разных сфер науки и искусства и многое другое. Не обойдется и без рубрики «Связанность истории нашей Родины». Ведь каждому человеку следует знать о событиях и героях своей страны. Привет. Представься, пожалуйста. Привет. Я Полина. Какие цели вы преследовали, создавая классное радио? Я считаю, что одной из главных целей классного радио является создание коллектива для объединения ребят. Спасибо. Девочки, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Привет. Я Соня. Здравствуйте. Я Вика. Расскажите, пожалуйста, о своем впечатлении первого выпуска классного радио. Мое первое впечатление было... Мне было страшно и волнительно. Но потом я поняла, что будет весело и клево. Я очень... Я немного волновалась, потому что мой голос слышала вся школа. Но потом я успокоилась и поняла, что это совсем не страшно. Спасибо большое. Привет. Представься, пожалуйста. Привет. Меня зовут Лиля. Какие цели вы преследовали, создавая классное радио? Во-первых, это повышение степени информирования участников образовательного процесса. И вторая немаловажная цель – это привлечение детей к активной деятельности. Спасибо большое. Участники и организаторы движения с большой ответственностью подошли к созданию радио. Подготовили качественный материал, название для рубрик и даже логотип, который будет символизировать начало чего-то нового и интересного, как и эфиры седьмой волны. Ольга Панченко, Екатерина Московская. Новости 1. 16 февраля в школе номер 4 прошел захватывающий дружественный матч между обучающимися и педагогами. Давайте посмотрим, как это было. С восторженными аплодисментами поздравляем команду учеников, которая триумфально одержала победу со счетом 2-1 над командой педагогов. Родители, законные представители учеников, приняли участие в этом увлекательном событии, став зрителями и самыми большими преданными болельщиками. Этот матч стал не только спортивным праздником, но и отличным способом отметить год семьи и наступающий день защитника Отечества. Для ребят в этой игре была не важна, победа или проигрыш. Ведь в этот день учителя могли показать, что они не только могут стоять у доски и проверять тетради, но еще и противостоять в играх своих учеников. Показать, что они тоже энергичны и сильны. А для ребят получилась веселая тренировка. Ведь благодаря этому учителя показали, что они с ребятами на одной волне. Это поддержание здорового образа жизни, и поэтому я стараюсь и сам принимать участие по мере возможности. Надеемся, что это не последняя встреча учителей и учеников на волейбольной площадке. Кирилл Осачук и Эдуард Данильченко. Новости первых. Каждый год 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. История праздника берет свое начало в далеком 1918 году. В годы Великой Отечественной войны эта дата стала для военных еще более особенной. 23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила противника по Сталинградам. А в этот день ровно через год отметила успехи в освобождении Днепра. 23 февраля 1945 года Красная Армия встречала уже на территории Европы, практически разгромив противника. Мы от всей души хотим поздравить всех, причастных к этому празднику. Наших пап, дедушек, братьев. Но особенно мы хотим поздравить всех, кому это очень важно и необходимо. Наших героев. Дорогие солдаты, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам силы, мужества, отваги и никогда не унывать. Пусть каждый ваш день будет успешным, каждое слово твердым и каждое действие уверенным. Спасибо за то, что защищаете нас. Уважаемый воин, поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья и боевого настроения. Знайте, мы будем всегда гордиться вашим подвигом. С праздником! Здравствуйте, наши мужественные солдаты! Пусть ваша сила, мужество станет великим источником во время испытаний. Пусть каждый день приносит вам победа. Даже самый маленький и дарит вам наилучшее будущее. Дорогие защитники, поздравляю вас с праздником 23 февраля. Молимся, чтобы вы не теряли физические и душевные силы и всегда оставались в добром расположении духа. Пусть исполняются все ваши мечты, а новые цели достигаются быстро и легко. Вы – пример истинного мужества, доблести и чести. Поэтому молодое поколение может смело разне равняться на вас. Любим, горимте и ждем вас победой. Уважаемые воины России, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, боевого настроения, победить врага нашей страны и вернуться к себе на родину. Мы всегда будем помнить ваш подвиг. С праздником! Здравствуйте, я являюсь волонтером Молодой Гвардии. Дорогие мужчины, хочу вас поздравить в этот праздник, 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Желаю вам, главное это, мужества, удачи. Вы – самые лучшие, мы вас верим. Пока в нашей стране есть такие смелые, сильные и бесстрашные парни, мы в безопасности. Ведь те, кто защищает свою родину, по зову сердца, будут, есть и останутся самыми лучшими солдатами на земле. От всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Гордимся и верим в вас. Желаю вам скорого возвращения живыми и здоровыми. Сейчас мы полагаем посмотреть подборку мероприятий и акций движения, которые прошли за эти две недели в нашем городе. Это были новости первых. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Илья Сергеевич Пеплов Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у дверей и жадно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило по видимому объяснение в любви. Объяснялась дочка Наташенька и учитель уезжего училища Щупкин. Корректор А.Кулакова Пусть хоть суд подает. Благословение образом свято и ненарушимо. В отцове происходил такой разговор. «Оставьте ваш характер», — говорил Щупкин, зажигая спичку от своей клетчатой бруки. «Вовсе не писала я вам писем». «Хм, ну да, будто я вашего почерка не узнала», — хохотала девица, манерно взвизгивая, и то и дело поглядывая на себя в зеркало. «Я сразу узнала. Какие вы странные, учитель в чистописании, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, ежели сами плохо пишете?» «Это ничего не значит. В чистописании главное не почерк. Главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейка по голове удалишь, кого на колени. Да и вообще почерк. Ну, стоя дело. Вот Некрасов писатель был. Словестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, то вы. Я бы за писателя с удовольствием пошла бы. Он бы стихи на память не писал. Я вам тоже могу написать, ежели желаете. О чем вы писать можете? О любви. О чувствах. О глазах ваших. Прочтете, очумеете. Слеза прошибет. А ежели я вам напишу поэтические стихи, дадите ручку поцеловать. Велика важность. Да хоть и час целуйте. Щупкин скачил и, выпучив глаза, припал пухлый парт, еще яичным мылом ручки. Снимай образ. И заторопился Пеплов. Толкнув локтем свою жену, бледняя от волнения и застегиваясь. Идем, ну. И немедленно, ни секунды, Пеплов распахнул дверь. «Дети!» — забромотал он, воздевая руки, слезливо мигая глазами. «Господь вас благословит, дети мои! Живите, плодитесь, размножайтесь! И я, и я благословляю!» Проговорила мамаша, плачет счастье. «Будьте счастливы, дорогие! А вы отнимаете у меня единственное сокровище!» Обратилась она к Щупкину. Щупкин же разлинул рот от изумления испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. «Все? Попался?» «Кутили!» — подумал он, млея от ужаса. «Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!» И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать. «Берите! Я побежден!» «Да, благословляю!» — продолжал папаша и тоже заплакал. «Наташенька, дочь моя! Становись рядом! Петровна, давай образ!» Но тут родитель вдруг перестал плакать. И лицо его перекосилось от гнева. «Томба!» — сердит, сказал он жене. «Голова твоя трава! Да нет, что это образ!» «Ах, батюшки стердые! Что случилось?» Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и жена его Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли с конфужиной. Не знаю, что им делать и что говорить. А Щупкин же воспользовался смесением и бежал! Кем хара? Лых хара! Солнышко и дождик! Толф прытра! Лели урт! Кем тыхтра! Лели урт! Кем! Кем! А моя! Ну ли я! Тынгу гиш! Кем укля! Кема кена! Ням я! Кема кена! Ням я! Лыгкий! 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 Урт! Рыгкий! Лыгкий! Лыгкий! Хапрат лели урт! Рыга! Лыга! Лыга! Кыян! Чахта! Озавья! Сык! Сык!